Привет! Всем добрый вечер! Как ваши дела? Я надеюсь, что у вас все хорошо что в то время как мы с вами не виделись у вас все протекало чудесно Добро пожаловать в сегодняшнее АСМР видео в котором мы будем вместе с вами краситься и болтать обо всем ни о чем особенно касаемо моего отсутствия на ютуб канале в последний месяц даже полтора я бы сказала ну что же тогда давайте начинать макияж так начну я с того, что зафиксирую свои волосы особенно чулочку, которая уже отрастает наконец-то но все же она лезет на лицо вот и начну точнее продолжу с того, что зафиксирую сразу свои брови своим гелем который у меня находится в такой коробочке изначально он находился в естественно своей оригинальной баночке но я его перелила в такую коробочку потому что мне так удобнее им пользоваться и особенно в поездках наносить я гель-буту обычной кисточкой это кисточки, которые мне давали при наращивании 100 миллиардов раз либо же я сама заказывала их на шею не помню я беру обратной стороной кисточки вот так вот продукт и сначала я его наношу целиком вот так вот на бровки размазываю хорошо чтобы он распределился по всей бровке так же саму на вторую так же саму на вторую окей так просто вот так вот размазываю так замечательно тщательно буквально пару секундочек жду а пока закрою баночку и потом продолжу с самой укладкой я получается их вот так вот прочесываю слегка наверх и вбок делаем такой вытянутый эффект такой эффект я бы сказала ламинирование вот я как бы саму процедуру ламинирования по крайней мере на своих бровях не очень люблю но вот так вот их фиксировать мне нравится по крайней мере по крайней мере когда я делала последний раз а это было уже достаточно давно года два назад а то и три ламинирование бровей мне не особо понравился эффект потому что прям так как будто мне их корова лизнула они какие-то прилизанные были вот может быть сейчас бы мне понравился такой эффект кто знает так продолжим мы с компактной пудрой компактным тональным кремом у меня вот такой вот на данный момент я предпочитаю его обычному тональному крему потому что мне удобней с нанесением по времени да и вообще эффект мне может даже больше нравится потому что кожа более матовая такая вот это у меня достаточно светлый оттенок потому что я брала онлайн и не смогла прям так чтобы проверить визеля идеально ли мне он подходит поэтому так как у меня кожа еще слегка загорелая совсем слегка может будет легкое такое отличие но мы это все законтурируем потом вот и затемним там где надо вот вот а пока я наношу себе этот считаем тональный крем расскажу по по какой причине я отсутствовала на канале столь долгое время а главная причина это водительские права я взяла водительские права наконец-то я прошла все экзамены вот и меня не было потому что я решила поднажать так скажем на то чтобы взять все таки эти права сосредоточиться во всю и потом уже начать снова снимать видео так скажем с чистой головой спокойной душой да оно прям кажется таким очень светлым потому что я за последние два дня загорела но мы все это потом откорректируем вот что я хотела сказать что я наконец-то получила эти права как вы знаете я живу в Италии уже очень-очень-очень много лет это с 2009 года вот и получала я их в Италии по итальянской системе я не знаю как в Украине в России это все работает в Беларуси в Казахстане я не знаю как получаются провода но я думаю по такой схеме теория практика вот и у меня все это очень долго длилось потому что я все это растянула во времени и получила права получается вот 22 сентября записана я в дошколе уже с июля 2022 года вот поэтому все это уже давным-давно наверное можно было бы получить но я так все хорошенько растянула во времени но главное что я пришла так скажем к цели дальше у нас консилер у меня такой от я как мертвец белая стала это кажется в оттеночке 01 он у меня уже очень-очень давно мне его отдала мама потому что она перестала им пользоваться я не знаю по какой причине может она себе другой какой-то купила а я вот им допользуюсь и мне очень нравится я думаю что я себе его куплю как только он закончится потому что мне очень нравится что он такой увлажняющий уже заканчивается поэтому я всегда вот делаю вот и легкий но при этом он хорошенько маскирует что надо маскировать так кисточка у меня вот такая вот с сайда шейна обычная кисточка я прошу прощения что я такая малая сговорчивая но я уже знала что когда я крашусь я как будто концентрируюсь и о чем-то сильно болтать у меня как-то не особо получается но я решила все равно снять это видео потому что вы меня часто просили Настя покажи свой макияж нам с ними видео пока ты красишься так вот поэтому я решила все-таки это сделать так вот получила я получается права сдала все теперь я могу водить машину в одиночестве в спокойствие потому что перед тем как получиться не права практику я могла проводить не только с инструктором но и с сопровождением водителя у которого права уже более десяти лет а так как мой парень гораздо старше меня ему 32 года у него права с 18 лет так вот поэтому уже прошло 10 лет как он за рулем и мы вместе с ним водили но все же знаете как когда с кем-то это не как когда сама вот я уже успела царапнуть машину когда заезжала в себе домой потому что у нас узкая парковка такая и еще из получается надо наверх вывернуть и въехать в парковку то есть как бы это не особо легко такая ювелирная работа я слегка царапнула потому что не потому что я не могу заезжать на парковку а потому что я хотела круто заехать с одного раза и царапнула но кого не бывало он особо не злился потому что машину мы купили бэушную за за не очень дорого и когда он ее покупал он учитывал уже тот факт что я царапну ее поэтому как бы жалко оно жалко но не так сильно как если бы у нас был новенький BMW или Porsche вот поэтому так это кстати от Shane тоже такой вот как его назвать бронзер корректор называете как хотите я им просто создаю такую тень для того чтобы придать все таки объем лицу а то когда мы только наносим тоналку и оставляем все так как будто стираем с лица все тени которые как бы от природы присутствуют вот и я тяну наверх потому что женская скула получается если тянуть вниз то получается как больше мужская в такие вот у меня знания вот сейчас я езжу сама чаще всего беру с собой свою собаку на море на море по шопингу да вообще куда захочу это очень круто я конечно не знаю как там интересная такая фишка говорю по-русски а не знаю как в России непонятная такая я короче говорю я не знаю как к примеру в России относятся к водительским правам то есть пользуются ли ими потом водительскими правами либо же нет то есть что вы думаете там по поводу так скажем машин то есть если покупать машину то только какую-то мега супер красивую или просто машина это как транспорт передвижение ну то есть в Италии так скажем да конечно все любят красивые машины конечно все хотят себе красивую машинку так скажем в Италии все права получают в 19 18 лет как только исполняется совершенно летний возраст это я в 20 лет взяла с опозданием так скажем вот и пользуются машинами бабушек дедушек мам пап какие-то старые бэушные то есть как бы нет такого что машина должна быть какая-то супер мега права получается для того чтобы передвигаться с пункта а до пункта б а не для того чтобы не знаю как хвастаться не знаю что с вами такое как создалось такое маленькое впечатление что когда в России права это что-то такое типа ну у меня машина там да такая красивая а тот факт что на ней передвигаться это уже так второстепенно тоже вот шейн беру рюмяшки но опять-таки это мое впечатление может быть я ошибаюсь но все-таки в Евросоюзе у меня такое чувство что ребзя получает права ну по крайней мере в Италии мне кажется во Франции Германии в Испании также чтобы именно передвигаться на ней на машине и как бы вообще чтобы иметь такой доступ а какая машина будет это уже такое дело вот ну это можно еще так скажем обосновать тем фактом что в Италии немножечко все с опозданием происходит то есть как бы если у нас наш менталитет состоит из того что я в 18 лет уже там сам взрослый и уже сам всего добьюсь там и как бы ни было и машину и права и все что красиво как я хочу то в Италии 18 лет ты только в университет думаешь поступать живешь с родителями до почти тридцатки а там уже начинаешь работать и уже потом ближе к сорока а то и больше задумываешься о покупке какой-то машины мечты наш менталитет как-то больше так что я взрослый и уже все сам могу не знаю на такое чувство может быть это как-то тоже способствует всему этому пудрам фиксируем пудрой от евроше пудрой я скажу честно пользуюсь только в случае когда знаю что у меня либо будет какая-то долгая встреча или поездка и я это все фиксирую пудрой или съемкой да то есть что-то такое грандиозное что-то что надо быть прям вот фарфоровой куколкой а так я пудрой скажу честно не особо пользуюсь да и вообще заметила что в последнее время чтобы я накрасилась не знаю должны как это звезды совпать я риск окрашусь на самом-то деле хотелось бы немножко чаще потому что я понимаю что когда накрашена я себе больше все-таки нравлюсь да и когда впечатления создают другое на людей периодически контролирую как там запись звука еще не идет чтобы не дай бог в конце видео не понять что нифига звук не записался теперь у меня будет хайлайтер от Physicians Formula обожаю этот хайлайтер я вот так вот точечки ставлю и потом их размазываю теперь я сама наконец-то ищу по ноготочкам по всяким косметическим процедурам раз в 20 лет потому что я ничего особо не делаю только маникюр и то стараюсь не всегда потому что вот эти вот лучи которые издает лампа для сушки лака когда мне не особо симпатизируют фиг знает вообще что на протяжении лет это может вызвать может какую-то болячку не знаю кожи когда я немножко парюсь вот поэтому это у меня так скажем вот этот маникюр я сделала спустя наверное месяца два то и больше как я его не делала так подсветили мы с вами нужные места а теперь подчеркнем глазки подчеркнем мы глазки черным эээ простите темно-коричневым стойким карандашиком от Дебора Милана и растушуем все кисточками так я получается рисую такую недострелку и потом ее тушую тушу тушу я ее кисточкой такой острой вот так вот так что у меня еще произошло за последнее время а я так скажем восстановила отношения со своими очень очень древними знакомыми подружками и как-то знаете все так по маслу мы когда общались какая-то напряженка была непонятная а потом мне такая себе сказала а вообще жизнь одна попробую-ка я им написать попрошу встретиться болтать увидеться просто вместе и знаете мы увиделись и уже много раз и как-то так все по маслу как будто ничего и не было у нас там просто была такая ситуация что шесть назад это очень давно я маленькая была они маленькие были вот и как-то вот с того момента мы перестали общаться да и по сути не понятно почему а вот я такая себе сказала жизнь одна ты попробуй Настя потом если вдруг что-то не пойдет или там они не захотят зато не будешь жалеть и вот попробовала не пошалела теперь я как-то ещу в свой в кавычках родной город в Италии где я выросла и где я жила с родителями где они до сих пор живут я с ними теперь всегда встречаюсь вот это тоже хорошая новость потому что у меня немного друзей я бы сказала у меня их очень мало как-то тяжело мне построить хорошие отношения потому что люди какие-то кажется все не такие а тут знаете старые подружки да пусть мы совсем разные да если бы мы с нуля сейчас познакомились я бы наверное не дружила с ними но когда ты человека знаешь уже столько много лет у вас какой-то коннект идет вот какой-то такой что уже и наплевать на то что вы настолько разные как-то уже родня какая-то и мне так было грустно вот это вот все оставить в прошлом что я вот себе и сказала ты попробуй а там уже как пойдет пойдет не захотят не захотят найдем лучше но это не ой чуть не упала кисточка я аж подпрыгнула что хотела сказать что я не к не как эгоист какой-то поступила то есть я не с эгоистичной стороны так скажем это сделала наподобие наплевать не захотят сами потеряют нет конечно мне в душе очень хотелось с ними начать общаться снова и восстановить отношения и снова дружить но как бы я к этому отнеслась очень так скажем по-философски чтобы потом себя так скажем не особо не страдать в общем если бы вдруг все пошло по попе завиваем реснички кстати это мой макияж прям вот считаете каждый раз как я крашусь я крашусь вот так вот у меня постоянно фобия того что меня сейчас приспичит чихнуть либо вдруг не знаю с неба упадет метеорит на мой дом и я от испуга себе выдерну все ресницы потому что дернусь я видела видео в инстаграм или в ютуб не помню девочка так себе выдрала все ресницы я не представляю боль и я не представляю вообще как это произошло но вот так вот я теперь тоже боюсь а еще я боюсь прищемить себе типа кожу века кстати я сейчас попользовалась от L'Oreal вот такой вот праймер не знаю даже что вам о нем сказать потому что он как будто слегка склеивает реснички как будто это вот тушь но белая и поэтому как будто уже есть один слой продукта я бы не сказала что там супер мега что-то что-то делает разрядилась камера пришлось быстренько поменять батарейку так и дальше у нас идет тушь я не знаю по какой причине но я пользуюсь тремя тушами чаще всего первая это старинная Maybelline супер мега популярная но она уже очень сухая и я ей пользуюсь потому что у нее такая хорошая кисточка которая как будто вот так вот хорошо мне прочесывает реснички с самого основания и я стараюсь их прочесывать вот так вот снаружи чтобы у меня получалось больше такой лисий я бы сказала эффект но опять таки это либо мое искаженное представление на самом деле они очень обычно выглядят либо правда все-таки слегка они у меня смотрят снаружи да а не просто вверх так увы у меня база праймер очень сильно высох потому что я меняла батарейку и он подсох поэтому эффект прям не тот который я предпочитаю немножко тяжело наносится тоже но все же неплохо забыла вам самое важное сказать прикиньте заговорилась мы с моим парнем с 8 января по 4 марта уезжаем зимовать на Fuerteventura я не знаю как на русском будет это дальше у меня тушь вен за боковое потому что мы не любим зиму мы не любим особенно итальянскую зиму она такая непонятная потому что ни снега ни особого какого-то рождественского настроения и вообще какой-то зимы со снегом нет просто холодно и серо и у нас каждый год какой-то депресняк поэтому мы уже с ним так скажем давно планируем перезимовать где-то в теплых странах но при этом чтобы были условия как в Италии и вообще как в этом Европейский Союз вот последняя тушь кстати лореале телескопик дальше дальше у нас идет Essence Waterproof карандаш 01 Curious оттенок так вот и мы едем зимовать потому что так решили так захотели такая возможность есть поэтому ура я думаю у нас будет какой-то интересный контент оттуда и я надеюсь что у меня будет больше мотивации на съемку хотя всегда так говорю и все никак бывают просто периоды когда очень сильно хочется креативить бывают периоды когда не хочется и оно так будет до конца мне кажется даже если я буду жить в каком-то пятизвездочном отеле с завтраками с обедами с ужинами мне кажется это такая артистичная натура нас артистов так откр있ử так натрия мис 많은 мис ?! аааа кстати кстати, мы уже с моим молодым человеком больше трех лет вместе я помню, как мне писали о, перволюбовь сейчас расстанетесь подожди что? завистники всегда были, есть и будут особенно, когда красивая, счастливая пара всегда будут такие люди как в интернете, так и в реальной жизни этого не избежать помадка мак, пилюля Velvet Teddy кто помнит старинное видео с ней так вот, она у меня еще осталась старинное видео про макияж подруги перед походом в кино или что-то такое лицо не было видно может она уже вообще нафиг просроченная но такая вот мне почему-то не показывает мой фотоаппарат что у меня осталось 3 минуты записи тот самый момент, когда хотела снять спокойно видео без спешки вот так вот так вот всегда получается если что, сейчас буду решать проблему и заново возвращаться к вам потому что я хотела немножко подриггерить ну что ж макияж у меня вот такой вот получился кстати это моя нелюбимая часть у меня здесь какой-то нос не такой а здесь я предпочитаю себя у меня поэтому большинство моих видео всегда с таким ракурсом но принимаем себя такие какие мы есть у меня уже напряжёнка потому что я вижу что у меня осталось 2 минуты съёмки и я не могу расслабиться потому что я знаю что она сейчас выключится поэтому я думаю что сейчас я её отключу проверю память и дальше уже вернусь к вам подриггерить немножко так я точно не знаю что произошло но мне кажется что то не так с картой памяти может быть я поменяла карту памяти микрофона на карту памяти камеры в общем то я всё доформатировала поэтому по идее должно быть всё лучше потому что я заметила что мне даже сохранило предыдущее видео в разброс и вообще с какими то прерываниями как то непонятно всё произошло что то точно с картой памяти увы несмотря на все года я осталась в этом полностью курицей скажем так я не понимаю вот эти вот все механические штучки трючки поэтому попробую потом если всё таки опять мне сохранит всё какими то нарезками поменять карту памяти либо придётся просить помощи у Терренса у его парни ну что ж как я и обещала немножечко по триггер ему и понемножечку будем заканчивать пружину пиротекел 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 пиротексел Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Какой у нас еще есть интересный триггер. Однозначно, мне кажется, кисточка. Может быть, это один из лучших триггеров на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Прочешу тебе тоже брови. Такие 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 Субтитры сделал DimaTorzok management DimaTorzok 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 Tubing Давно у меня вообще не было на канале видео с триггером. но мне кажется, что на моем канале лучшее видео это видео с болталками, с близким шепотом и помимо этого триггеры просто-просто исключительно триггеры не знаю мое ли это по крайней мере может быть это и мое но зрители мне кажется больше оценят если будет что-то наподобие какой-то болталки или неразборчивого какого-то шепота и вместе с ним такой вот фоновый таппинг и какие-то триггеры еще у меня есть коробочка картонная так 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 тушь со старой тушью открываем и закрываем её мне её не жалко, даже если она испортится Хлоп 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 Давно не было видео у меня тоже с макияжем тоже Пошли, да? Пошли, да? А еще Хотела вам сказать, что Если вдруг у вас есть какие-либо вопросы По любому поводу Просто вопросы ко мне То вы мне можете их Поставать в комментариях Если я увижу, что их будет много Или же Пусть Несколько, но Интересных То я, пожалуй, задумаюсь о том Чтобы снять видео Вопрос Ответ Вот это Приятный звук Снимай ты Игрышечка Таки Таки Так, давай тебе Занем реснички Плык Плык Другой глазик Плык Окей Замечательно Красота 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 Очень нравится звук этой помады Какой-то он Какой-то он Женщеный Что ли Какой-то он Прямо представление Что Женщина открывает помаду Открывает Красит Закрывает Закрывает Лоб Такая пилюлька И еще мне очень нравится звук волос Не знаю Мне кажется, у меня Давно фетиш Это звук волос Мне кажется, я всегда любила Когда мне их трогают Это сам звук Ощущение Как же все-таки Мне идут Мои темные волосы Настоящий Мой цвет Как же все-таки Он хорошо акцентирует Черты моего лица Вот это вот Даже какая-то Угольность Да Вот это вот Моя Потому что у меня есть все-таки Угол здесь У меня высокие скулы Такой достаточно Угольный Подбородок Кубы Брови Глаза Пусть и круглые Но есть в них что-то Вот такое вот Кошачье Мне кажется, вот этот вот Темный волос Особенно вот Такой вот Ровный Длинный Чтобы челка была Удлиненная Либо чтобы ее вообще не было Хотя вот такая вот Коротенькая челка придает Хороший объем У лица Поэтому Просто так Мое Как сказать Усмотрела я в себе это сейчас В эту секунду И поделилась А вы что считаете? Как у меня лучше? Блонд? Или темные волосы? Или темные волосы? Мне кажется Темные волосы Все-таки Есть причина Если я с таким темным волосом родилась И еще Вспомнилось Мне Что у меня уже 20 лет Когда это я начала снимать видео? Лет в 12 Я думаю Самые-самые первые Еще когда Без лица Без губ Просто Вот такие Вот отсюда И вниз Да Лет в 12 Мне было 8 лет назад Мама Мама Время летит Девочки Мальчики летит И вниз И Немного Звуки Немного Ск aromatic Гру-гру-гру-гру-гру-гру-гру-гру-гру? Сапож как-то клонит в сон, расслабляет так Я люблю звуки рука Звуки а также Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что это видео вам понравилось и оно вас расслабило Может быть, вы себе поставили на заметочку какие-то продукты косметические, которые вам нравятся Как на мне смотрится Всех вас очень сильно люблю Целую крепко Синей, обнимаю крепко Целую просто, целую в щеке И увидимся с вами в следующем видео Всем пока Пока-пока До скорых встреч